Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Банковая дает добро, что регламентный комитет решил по делу народного депутата Лазового. Вирус войны. Почему киберполиция не справляется с повторными атаками на украинские предприятия? Меры предосторожности, как в Гамбурге, будут обеспечивать безопасность лидеров большой двадцатки. Золотая рыба, как 20-летняя девушка, стала крупнейшим поставщиком провизии для украинской армии. Прикоснуться к неприкосновенным. Третий день продолжается эпопея в регламентном комитете Верховной Рады, где пытаются решить, стоит ли лишать депутатов из списка Луценко иммунитета. Сегодня очередь радикала Андрея Лазового. К чему пришли? Узнаем от Ирины Романовой. Генпрокурор уже ходит в регламентный комитет как на работу. Третий день Юрия Луценко на Банковой. 6,8 с 10 утра. Сегодня принес на суд нардепа входатайство о снятии неприкосновенности с радикала Андрея Лазового. Фискальная служба, рассказывает генпрокурор, изучила электронную декларацию нардепа Радикала за 2015 год. В ней он указал официальный доход 230 тысяч гривен и стоимость имущества на сумму почти в 9 миллионов гривен. Мы не знаем, сколько стоят картины, мощи, хресты и другие ценные предметы, но раз они внесены в декларацию, они стоят не меньше, чем 121 тысячи гривен. Это яскраво отличается от официальных джерел, из которых были сплачены податки в 234 тысячи. Итак, 8,856,702 гривен подлагают дополнительному оподаткуванию. Впрочем, никто о раскаянии не думал. В соответствии с законом фискалы предложили нардепу вернуть государству почти 2 миллиона гривен налогов. Но тот предложение проигнорировал. Поэтому 20 июня открыли уголовное производство, объяснил Луценко. К тому же следствие не обнаружило реальных источников миллионов радикалов. Відомость из государственного реестра речевых прав на неруховое майно, из реестра права властности на неруховое майно, ну и из других реестров, отсутні будь-які майна. Вказування на ймовірні доходы від продажи спадку на нерухомості на территории Ринницької области не числится в будь-яких реестрах. Спадщина у меня в першу чергу від моего діда, рідного, достатньо відомого радянського композитора Валерия Ивановича Лузового. Я, на жаль, моя родина недоотримала всю спадщину. Я не почув жодної відповіді по декларації. Не перетворюйте просто на цирк засідання регламентного комітету. Лузовий же, похоже, решил превратити його в полноценне судебне засідання і даже привел своїх адвокатів, из-за чого обсуждення затянулося на 5 часів. Наконец, члены комітету вынесли свій вердікт. Підання є вмотивованим, тобто він мав достатні мотиви для того, щоб звертатися до Верховної Ради України. Однак у нас є певні сумніви щодо його достатньості і обґрунтованності. А вот журналистів ГПУ більше интересовало, мог ли Лузовой офіціально заработати почти 9 млн гривень. Ведь, согласно його біографії, він ніколи не займався бізнесом. Я не можу пояснити вам, звідки у людина, яка отримує 230 тисяч гривень доходів за все своє трудове життя, може з'явитися в годівковій формі дома сотні тисяч доларів, євро, гривень. Це сімейні заощадження. Я всі сімейні заощадження задекларував разом. Ну добре, ви вже тримували спадок. Скільки було? Це було понад 10 років тому. Це не грандиозна сума. Якщо отримали, ви можете озвучити? Дивіться, я це все маю озвучувати не вам, вибачте, при всій повазі, а НАБУ. В целом же, говорит генпрокурор, решением комитета он остался доволен, ведь последнее слово все равно за парламентом. А регламентний комитет заседать будет еще два дня. Завтра рассмотрят ходатайство на фронтовика Максима Полякова. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Владимир Гройсман с визитом в Великобританию. В Лондоне он пробудет три дня. Сегодня украинский премьер встретился с Терезой Мэй в ее резиденции. О чем они говорили на Даунинг-стрит-10, узнаем от нашего британского сапкора Светланы Чернецкой. В эти минуты премьер Гройсман участвует в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития. Куда он отправился? Сразу же после переговоров с британским премьером. Тереза Мэй встретила украинского коллегу на крыльце Даунинг-стрит-10, после чего пригласила на беседу. По словам Гройсмана, обсуждали политическое сотрудничество, а также помощь Британии в оборонной сфере и проведении реформ. Ну а поскольку Соединенное Королевство выходит из Евросоюза, а соответственно из всех европейских договоров, то Киеву и Лондону нужны новые двухсторонние соглашения. Мэй и Гройсман решили начать консультации по введению зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией. Хочу подкреслить, что Великобритания для нас является важным стратегическим партнером, которая никогда не изменяла свою позицию, а завжди поддерживала Украину в всех прагнениях. Абсолютно четкая позиция о поддержке нашей территориальной целостности, о заслужении агрессии Российской Федерации, о поддержке санкционной политики по отношению к агрессору. Мы имеем сегодня полное понимание нашей взаимодействии. Ключевое мероприятие этого визита состоится завтра. Лондон организовал совместную конференцию по реформам в Украине. Идея принадлежит министру иностранных дел Великобритании. Борис Джонсон уверен, миру необходимо демонстрировать достижения Украины. Он призывает оставить в прошлом старое представление о нашей стране как о коррумпированном государстве. Так что завтра представители украинского правительства расскажут, какие реформы внедрили за последние три года и будут убеждать инвесторов, что с Киевом можно иметь дело. В контексте реформ мы поинтересовались, что думает Владимир Гройсман об отсрочке транша МВФ. Напомню, деньги должны были поступить в июне-июле. Но из-за того, что парламент так и не проголосовал по пенсионной и земельной реформам до каникул, выделение кредита перенесли на осень. Гройсман заверил, что на экономике страны это не отразится. Я бы не демонстрировал ситуацию. Посмотрите, у нас золотовалютные резервы Украины срастают. Только фактически сегодня можно сказать, что мы двигаемся в абсолютно нормальном графике. Но я наголошу на том, что реформы нужны не нашим международным партнерам. Реформы нужны Украине. В Лондоне сейчас находится большая делегация правительства, в том числе и вице-премьер Ивана Климпуш-Цинцадзе, министры финансов, обороны, здравоохранения и иностранных дел. Всего около 30 человек. И все они завтра примут участие в этой большой конференции по реформам. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. 15 тысяч гектаров охотничьих угодий под Киевом, которые принадлежали семье экс-прокурора Виктора Пшенки, вернули государству. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Ранее собственником этой земли был сын бывшего прокурора Артем Пшенка. По словам Луценко, структура, с которой его связывают, получила угодие незаконно, поэтому с выполнением решения суда о возвращении угодий в Фастовском районе затягивать не стали. Очередная атака. Сегодня вирус Петя А снова пытался проникнуть в сети украинских предприятий. В то же время спецслужбы изъяли серверы компании МИДОК. Ее работа остановлена. Офис обыскивали почти сутки. Допросили около 200 человек. Силовики искали зацепки, чтобы выйти на организаторов кибератаки. Но пока безрезультатно. А киберполиция уже больше недели пытается устранить последствия вирусного удара минувшей недели. Кибервирус нам не страшен. Вторая волна атаки вымогателя Петя остановлена киберполицией. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил глава МВД Арсен Аваков. Это было вчера. А сегодня нежданно-негаданно посыпались новые сообщения. Якобы Ощадбанк снова атакует. Компьютеры отключены. Сервер не работает. Аналогичная ситуация произошла и в Киевэнерго. В отделениях очереди работа клиентских сервисов ограничена. В соцсетях также появились сообщения о том, что некоторые частные компании тоже подверглись атаке. Масштаб второй волны оценить пока сложно. Напомню, что во время первой в Украине пострадали около сотни предприятий и практически все госучреждения. В первую очередь вирус-вымогатель ориентирован на блокирование бухгалтерской отчетности и уничтожение архивов. Общий ущерб после кибератаки украинские чиновники пока подсчитать не могут. Например, Минифраструктура свои потери оценила в миллионы гривен. Там из строя вышли сотни компьютеров и шести серверов заразили два. Напомню, 27 июня украинские компьютерные системы атаковал интернет-вирус Петя А. Работа предприятий по всей стране была заблокирована в течение нескольких дней. Киберполиция до сих пор пытается ликвидировать последствия атаки. Хотя тот же Аваков еще на прошлой неделе заявлял, что атака успешно отбита. В Европарламенте обеспокоена угроза распространения права радикализма в Украине. Об этом заявил сопредседатель фракции оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул. Сегодня в Страсбурге он встретился с вице-президентом Европарламента Ричардом Чернецким. Говорили о минском процессе и положении дел в Украине. Чернецкий пользуется авторитетом не только в Европарламенте, но и в Киеве. Два года назад его наградили орденом за заслуги, отметив таким образом вклад политиков в евроинтеграцию нашей страны. Очень большую обеспокоенность в мире, чернецкий поляк, это тем более в Польше, вызывают попытки переписать историю на Украине. Недавние переименования в Киеве улицы Ватутина, улицу Шухевича, точно не понимают. Наверное, все-таки лучше эти вопросы выносить за скобки, чем напрямую начинать конфликтовать с людьми, которые в Евросоюзе являются нашими традиционными союзниками. Напомню, буквально вчера министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава требует пересмотреть вопрос героизации ОНУПА. Иначе, по его словам, с Бандеры в Евросоюз Украина не войдет. А в Германии сейчас прибывают первые участники саммита Большой Двадцатки, которые стартуют в эту пятницу в Гамбурге. По сообщениям немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят на полях G20 и урегулирование украинского кризиса. В том числе, когда состоится встреча, пока не ясно. А вот о чем еще будут говорить мировые лидеры и как идут последние приготовления к саммиту, узнаем от Татьяны Лагуновой. Такие довольные лица лидеров одних из самых влиятельных стран мира увидишь нечасто. Ангела Меркель и Си Цзиньпин в берлинском зоопарке фотографируются с пандами. Пару бамбуковых медведей Китай недавно передал Германии в знак дружбы. И этот совместный визит в зоопарк, пожалуй, один из самых приятных моментов подготовки ко встрече Большой Двадцатки. Саммит 20-ти будет одной из самых непростых международных встреч. В Гамбурге ждут сразу несколько лидеров, с которыми у Европы сложные отношения. Это Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган. С ними и другими участниками 20-ки хозяйка саммита Ангела Меркель планируют обсудить как официальную повестку, климат, миграционный кризис, борьбу с терроризмом, так и незаявленные, но не менее важные темы, среди которых и ситуация на востоке Украины. Еще одну тему для обсуждения подкинули немецкие силовики. Накануне они обнародовали ежегодный доклад о состоянии дел в стране и перечислили государства, которые развернули активную шпионскую деятельность на территории Германии. В списке оказались сразу несколько стран-двадцатки. Наряду со спецслужбами России, Китая, Ирана в фокусе нашей контрразведки и незаконная деятельность турецких спецслужб, которая активизировалась после попытки переворота в стране. Я хочу еще раз заявить, шпионаж и любые попытки повлиять на ситуацию в Германии со стороны спецслужб каких-либо других государств недопустимы. Впрочем, куда больше силовиков сейчас беспокоит безопасность в дни саммита. В Гамбург приехали десятки тысяч демонстрантов, и далеко не все они настроены на мирный протест. Полиция готовится к поджогам, актам саботажа и прочим попыткам, если не сорвать, то усложнить проведение встречи. Мирный протест разрешается и приветствуется в нашей демократии, но ни один демонстрант не вправе решать, когда и где встречаются лидеры, которые прибыли в Германию по приглашению канцлера. Первые столкновения антиглобалистов с силовиками уже произошли. Накануне вечером полиция при помощи водометов разогнала протестантов, которые без разрешения хотели установить в центре Гамбурга палаточный лагерь. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Не жалея живота и кошелька. За один только вчерашний день независимости американцы потратили миллиард долларов на выпивку и 7 миллиардов на еду. Федерация розничной торговли страны подсчитала, что в свой самый любимый праздник только соуса для барбекю купили на 42 миллиона долларов. Хот-догов было продано 150 миллионов штук. Каждый второй запасся алкоголем, потратив вроде бы немного, до 40 долларов, но в масштабах страны выручка миллиардная. Каждый пятый купил патриотическую символику, звездно-полосатую кепку, очки или майку, заодно и гардероб обновил. Вот и получилось, что каждый житель огромной страны потратил в среднем 300 долларов, превратив День независимости еще и в праздник для торговцев. А вот кому в Independence Day не довелось отдохнуть, так это госчиновникам, военным и дипломатам. Первых срочно вызвали в Белый дом и Пентагон. Госдепартамент стал экстренно готовить заседание Совета безопасности ООН. Что так взволновало Америку, узнаем от Дмитрия Анопченко. В штаб-квартире ООН первый после выходных день, напряженный и нервный. Штаты потребовали немедленно созвать совбез. Заседание пройдет в закрытом режиме. Сегодня в три часа дня по Вашингтону, это 10 вечера по Киеву. И такая поспешность вполне понятна. Накануне КНДР впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности. Тихоокеанское командование США утверждает, прежде ни одна северокорейская ракета не преодолевала такое расстояние. А это уже представляет угрозу для Аляски. В своем заявлении госсекретарь Тилиштан использует слова «глобальная угроза», ответом на которую, по его словам, должны стать и глобальные действия. Американские военные уже готовятся отправить в этот район дополнительные подразделения. Ну а Совет безопасности ООН сегодня как раз и рассмотрит новые санкции против Северной Кореи. Air Force One, борт номер один, сегодня в 8 утра вылетел в Варшаву. Дональд Трамп в сопровождении ближайших советников, генерала Макмастера, министров торговли и финансов, зятя Джареда Кушнера и супруги Милании отправился с визитом в Польшу. Дорога долгая и официальные встречи будут уже только завтра. Рассчитывают, что в Варшаве Трамп представит ни много ни мало стратегию США для Европы. Ответ, почему именно Польша, очевиден. Именно в этой стране Дональда Трампа ждет гарантированно теплый прием. А ему очень важно продемонстрировать это и миру, и самой Америке. А вот в Германии не столько Трампа, сколько участников 20-ки, понятно, встретят протестами. С другой стороны, Польша отличный рынок для американского сжиженного газа. И не стоит забывать, Трамп не только политик, он еще и бизнесмен. И в ходе этой поездки, что в Варшаве, что в Гамбурге, он будет продвигать энергетический проект Америки. После встречи с лидерами Трехморья, первыми лицами десятки стран Центральной Европы, Балтии и Балкан, из Польши Трамп и вылетит в Гамбург на сами 20-ки. Где и состоятся переговоры, которые дадут, что прессе, что политологам, так много поводов для публикации прогнозов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными. Несмотря на все запросы украинской стороны, боевики так и не предоставили информацию о 132 заложниках, которых удерживают на оккупированных территориях. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Герасченко. Более того, представители Ордло заявили, что 39 украинцев вовсе не подлежат освобождению. Ничего не сообщили и о судьбе журналиста Станислава Васина, которого удерживают в оккупированном Донецке. Следующую встречу назначили на 19 июля. Благодаря так называемому «хлебному перемирию» в зоне АТО количество обстрелов все же уменьшилось. Констатируют в Минске. Сегодня боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям. Сложной остается ситуация на Мариупольском направлении. Там под минометный огонь попали Павлополь, Лебединская, Гнутова и Широкина. Под Донецком опорные пункты ВСО обстреляли из запрещенных орудий и БМП. Пострадавших среди украинских бойцов нет. Виновных в катастрофе рейса MH17 будут судить в Нидерландах. Они понесут наказание в соответствии с законами этой страны. Такое решение приняла международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку расследование еще не завершено. Напомню, в июне 2014 года Боинг-777 потерпел крушение над Донецкой областью. Катастрофа унесла жизни 298 человек, в том числе 80 детей. Осенью минувшего года международные следователи пришли к выводу, что самолет сбили ракетой выпущенной системы БУК с территории, контролируемой пророссийскими боевиками. Теперь следствие должно определить конкретных виновников этой трагедии. Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке уже назвал выбор голландской судебной системы важным шагом и заявил, что верит в справедливость и непредвзятость правосудия Нидерландов. Закон об инклюзивном образовании сегодня подписал глава государства уже с сентября. Дети с особыми потребностями смогут учиться наравне со всеми. Закон предусматривает обучение в общеобразовательных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту жительства. В перерывах между занятиями и после них дети смогут отдохнуть и пообщаться с психологом. Финансирует этот проект фонд Порошенко. По словам главы фонда Марина Порошенко, первая комната для инклюзивного обучения появится в Днепропетровской области. Такая форма навчания позволяет особенным детям поверить в себя и впевненно смотреться в свое дорослое будущее. Двери каждой украинской школы будут открыты для них без вынятки. От этого закона зависит доля почти 1 миллиона молодого поколения украинцев. Вы смотрите подробности. Вот что у нас во второй части. Полковник под градусом. Как скоро харьковский полицейский, устроивший ДТП, вернется на работу? Обещанного 7 лет ждут, когда украинцы почувствуют новые пошлины на канадские автомобили. Слушание дела на миллиард перенесли. Такое решение сегодня принял высший хозяйственный суд. Речь идет о тяжбе Укртрансгаза и нафтогаза, связанной с недостачей топлива в газовом балансе страны. Цена вопроса миллиард гривен. Истец обвиняет НАК в том, что монополист искусственно создал газовые дисбалансы. Кроме того, необоснованно отказывался оформлять акты приема передачи топлива во время прошлого отопительного сезона. Завтрашнее заседание, возможно, пройдет за закрытыми дверями. Об этом попросили обе стороны, ссылаясь на коммерческую тайну. А вот представители облгазов, как третья сторона этого процесса, заподозрили в этом сговор. Перезагрузить, перезапустить северодонецкий азот и запретить ввоз российских минудобрений в Украину требует народный депутат Сергей Каплин. С таким заявлением он обратился к президенту и главе правительства. По словам нардепа, в результате действий экс-премьера Яценюка и его команды, завод-гигант искусственно обанкротили и оставили без газа. Кроме того, предприятию отключили электроэнергию, что грозит луганскому региону экологической катастрофой. В резервуарах химгиганта находятся сотни тонн аммиака. Накопились миллионные долги по зарплате. Как заявил Каплин, уже удалось добиться погашения четвертой части этого долга. Схожие проблемы и у других украинских химзаводов. Я еду на предприятия Вычеркасса и Ровно, объединять все три трудовых коллектива и делать необходимые жесткие шаги для спасения химической отрасли. Сегодня это огромная армия, это порядка 20 тысяч человек, которые готовы приезжать в Киев под Кабмин, под Верховный Совет, как профсоюз прежде всего, и добиваться внимания к химической отрасли и к этим предприятиям. Полной отмены пошлин на импорт канадских автомобилей с августа этого года не будет. Это следует из текста соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Ставка будет снижаться постепенно, на протяжении 7 лет. Так сколько же теперь будет стоить импорт канадских машин? Разбирались наши корреспонденты. Ранее пошлина на канадские автомобили составляла 10%. С 1 августа она снижается до 6%, а не сразу до нуля, как успели заявить многие эксперты. Ноля ставка достигнет лишь в 2024, снижаясь постепенно. Правила будут распространяться на новые авто объемом от 2,2 до 3 литров, или же БУ любого литража, но обязательно стандарта Евро-5. Главное, автомобиль должен быть произведен в Канаде, а где куплен, там же, или, к примеру, в Германии, или Польше, неважно. Сейчас машины в стране кленового листа производят 6 крупных концернов, в том числе Toyota, Honda и Ford. Однако модельный ряд ограничен авто большого литража из известных украинцам Toyota RAV4, Corolla, Honda, CR-V и Civic. Однако даже со сниженной пошлиной цена вряд ли окажется ниже, чем на авто из Европы, которое уже второй год завозят по льготным правилам. К примеру, японская БУ Toyota RAV4 2013 года стоит на европейских рынках в среднем около 17 тысяч евро. С растаможкой, пригнанной из Германии, она обойдется в 23 тысячи. Такой же автомобиль, но канадского производства обойдется всего на 663 евро дешевле. Однако в Европе канадских машин практически нет. Стоит учитывать, что доставка машины через океан будет значительно дороже сэкономленных на пошлине денег. А следовательно, такая покупка будет выгодна лишь в 2024 году, когда пошлина обнулится. Черный бизнес без особых рисков. По всей Украине работают тысячи нелегальных автозаправочных станций. Одна-две колонки, дистопливо, бензин, газ. Экономия от 2 до 6 гривен на литре. Услуга эта популярна среди потребителей, но на нее почему-то не обращают внимания правоохранители. А вот Инна Белецкая совершила рейд по нелегальным АЗС. Давайте посмотрим. Густонаселенный, прилегающий к центру микрорайон. Популярный торговый центр. На заднем дворе автомойка, рядом вагончик и дизельная колонка. Эдакая скромная АЗС. Сюда подъезжают автобусы, грузовики, легковушки. Расчет наличкой. Звоним в полицию. Сообщаем, что во дворе работает незаконная автозаправка. Минут через 10 подъезжают патрульные и просят у заправщика документы. Тот звонит хозяину, советуется, как отвечать на вопросы. Мы заправляем свои автобусы. Мы здесь все, как мы лажем. Никаких документов у заправщика нет. На табло старенькой колонки последняя операция. За 27 литров дистоплива клиент заплатил 500 гривен. Это почти на сотню дешевле, чем на легальных АЗС. Приезжает хозяин вместе с адвокатом, сотрудником самой дорогой и популярной в городе адвокатской конторы. У нас есть две физические люди, которые слили свои палы. Есть документы, которые они могут выдать своим несколько машинам и тоже властям. Никто тут не рассчитывается. Я не знаю, как вы были свидетели. То, что заправка принадлежит ему, предприниматель категорически отрицает. Мол, взяли в аренду, чтобы заправлять свой транспорт. А почему приезжают мне кашину? Кому-кому? Вашей дружине. Моей дружине. Мазу Наталья. Не отношение к фирме «Лайф». Она бухгалтера фирмы «Лайф». Вслед за патрульными является следственная оперативная группа. Начинают опрос, спрашиваем и мы, зачем на табло указана цена 18,50. Так нет такой цены, что 18,50. Он литров фиксирует. Ему не надо эти цены. А это уже другой микрорайон города. Похожая заправка здесь тоже продает дистоплива. Цена та же. Завидев нашу камеру, работники нелегальной АЗС закрываются. Еще не менее пяти незаконных мини-АЗС мы обнаружили в промзоне. Снова вызываем полицию. По факту мы сюда приехали, по факту мы выехали. Отлично, если вы тут работаете, у вас будут какие-то судьбы. Едем в город дел, говорят, будут расследовать. Но наказание символическое. Интересовать такие АЗС в первую очередь должны фискалов топлива под акцизный товар. А пока фискалы трудятся, нелегальная АЗС становится все популярнее. И вот такие будки-довагончики растут, как грибы после дождя. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривне. Пожар на частной нефтебазе под Одессой. По предварительной информации, бензовоз взорвался, когда его наполняли топливом. Произошло возгорание. Пострадали двое работников. Черный дым был виден за несколько сотен метров. Огонь в любой момент мог перекинуться на расположенные неподалеку резервуары. И тогда справиться с пламенем было бы намного сложнее. На базе свои нефтепродукты хранят несколько компаний-трейдеров. Всего 16 тысяч кубометров топлива. Примерно через час после взрыва пожарным удалось справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 100 метров квадратных. Пострадал водитель, а также один из работников базы. С различными степенями тяжести были госпитализированы. Под Николаевом многокилометровые пробки. В очередях по несколько суток здесь простаивают большегрузы. Фурам днем запрещено въезжать в город. Они могут повредить асфальт. Но есть и еще одна причина. Подробнее об этом Кирилл Ющишин. Вот так сегодня выглядит дорога на подъезде к Николаеву. Сотни грузовиков в очереди. Одни ждут ночи. Из-за жары им запрещено двигаться по городу днем. Другие пока свернёт свою работу весовой комплекс. Неделю назад в Николаевской области был установлен только один комплекс для взвешивания грузовиков. Все, кто ехал с перегрузом, а в основном это фуры с зерном в порт, успешно объезжали его по другой трассе. Теперь не выйдет. Здесь тоже весы. Это на их усмотрение. Хочешь ехать, ехать, хочешь нет. Ну а также обычно важны 40-120 машин. По-разному. Водители явно перегруженных авто не спешат. Знают, если их остановят, многотысячный штраф гарантирован. До нас звонит начальник, говорят, где ваши машины. А мы уже в трое сутки стоим, не знаем еще сколько будем стоять. У дальнобойщиков свои аргументы. Говорят, контроль в каждой области, штрафы драконовские, а дорог новых никто не строит. На ней плохая основа, на ней плохое все, понимаете. Если как бы вы ее не латали, она все равно уже будет портиться, даже от легкого автомобиля. Вот только чиновники обл. администрации идти на уступки не собираются. Более того, решили окружить город весами со всех сторон. Тогда, говорят, будет смысл вкладывать деньги в дороги. Для того, чтобы обеспечить только проезжаемость, это миллиарды. Это несколько миллиардов гривен только на Миколаевскую область. Это я не говорю там про капитальные будильницы. Это я говорю про то, чтобы привезти их до Лады. Пока же очереди грузовиков растут, а водители, которые простояли в них по несколько суток, обозлены и в любой момент могут прийти к радикальным мерам. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер Николаев. Провокации вокруг львовского мусора. Вывозить-то его начали, вот только отходы почему-то продолжают путешествовать. Очередные тонны нашли на Прикарпатье. Кому это выгодно, выясняли наши корреспонденты. Партию нелегального мусора со львовской пропиской на Прикарпатье нашли две недели назад. Шесть огромных куч обнаружили жители села Тарасовка. Неизвестные сбросили их не где-то в поле, а прямо в центре села, рядом со школой. Видимо, кто-то хотел, чтобы их нашли как можно быстрее. Смотрите, вот видите, в Львове, улица, все, гумыре, а поперед даже выкидывали. Это сугуба львовского сметча. Ну, 30 метров до школы. Ну, это ни совести у людей нет, ни ничего. После этого тонны мусора начали находить по всей области. Вот две фуры при въезде в Галич. Это в поселке Ланчин. А вчера мусорный подарок получили и жители села Микитинцы. Около 120 тонн сгрузили в промышленной зоне. Чиновники обла администрации собрались на срочное совещание. У меня только что произошла разговор с главой держадминистрации Львовской области Синюткой Илагом Михайловичем. Областная державная администрация не имеет никакого отношения. Ни с кем-то не согласились к этому случаю. Пригласили на совещание и полицейских. Их обязали организовать посты на всех пунктах въезда в область. Мусор, который выбросили в Ивано-Франковской области, это политическая провокация, заявил сегодня директор департамента ЖКХ Львовской области. Отходы из Львова официально принимают 20 полигонов, 15 из которых в области. Готовы помогать и другие регионы. Так что сбрасывать отходы тайком ночью нет никакой необходимости. В результате накопилось более 13 тысяч тонн отходов. Как зиновий автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. И еще один скандал во Львове. На этот раз вокруг Академии Сухопутных войск. Напомню, на минувшей неделе там провели тендер на закупку рыбы. Торги почти на 4 миллиона гривен. Выиграла 20-летняя девушка, которая зарегистрировала свою фирму за считанные дни до объявления этой закупки. И вот в Академии наконец-то пояснили почему. Рецепт успеха юной предпринимательницы в нашем материале. Печеный картофель, рис с овощами, красная рыба и стейк в клюквенном соусе. Это не ресторанное меню. Так на Яворевском полигоне кормят украинских военнослужащих, а также инструкторов из Канады и Америки. Пока бойцы плечом к плечу тренируются на поле, на кухне обмениваются опытом отечественные и иностранные кулинары. Каждый день у нас новое меню. Сейчас у нас картофель печена, рис с овощами, рыба червона и стейк свинный. Вместо привычных в Украине 30-ти, почти 6 тысяч наименований продуктов. Чтобы соответствовать стандартам натовского питания, иностранцы ежедневно тратят 420 гривен на одного военного. В то время как в Украине эта сумма в 4 раза меньше. Завтрак в Канаде очень похож на то, что мы едим здесь. Обычно это овсяная каша, картофель, йогурты. Ужин и обед, которые нам готовят здесь в Украине, очень отличаются от того, что мы едим в Канаде. Чтобы натовские инструкторы могли есть привычную для них семгу, Академия сухопутных войск объявила тендер на закупку морепродуктов. Выиграла торги 21-летняя Виктория Казак. Девушка, которая зарегистрировала свое предприятие за 4 дня до объявления тендера, еще недавно была безработной. В тендерных документах указала недействительный адрес и телефон, но тем не менее победила. На прошлой неделе представители тендерного комитета Академии отказались комментировать нам эту ситуацию. И только сегодня рассказали, почему отдали предпочтение юной, неопытной и не слишком правдивой бизнес-леди. Признаются, очень спешили, а без рыбы никак нельзя. Представим ситуацию, откликаем пропозицию. Подается жалоба в антимонопольный комитет, она разведается там 2-3 недели. Мы на сегодняшний день парализованы и будем говорить нашим американским и канадским партнерам, что мы не можем купить рыбу, потому что у нас есть какие-то законодательные проблемы. Члены тендерного комитета утверждают, предусмотрели банковскую гарантию. За нарушение условий договора почти на 4 миллиона гривен. Девушка, мол, заплатит штраф. Сумма компенсации около 150 тысяч гривен. В Академии сухопутных войск это считают железобетонной гарантией. Лина Зеленская, Ирина Саевич, Юрий Мельник. Подробности телеканал Интер, Львовская область. Купил дом и остался на улице. Под Киевом, в поселке Гнедин, вооруженная банда из 6 человек пыталась одобрать жилье у нового владельца. По словам потерпевшего, после приобретения недвижимости он разрешил бывшему собственнику остаться на некоторое время. Но когда этот срок истек, на территории усадьбы появились неизвестные и буквально выгнали мужчину на улицу. Он обратился в местную полицию, но там почему-то не отреагировали. Позднее нарушители все же задержали. Во время обыска у них обнаружили оружие. Преступники приехали из СУМ. Как выяснилось, это не единичный случай захвата жилья в Бориспольском районе. В Харькове замначальника следственного управления областного полицейского главка протаранил столб. Это произошло накануне, поздно вечером. Активисты, которые приехали на место ДТП, утверждают, что полицейский был пьян. Сам же полковник наотрез отказался проходить медицинский тест и до последнего скрывал свою фамилию. Все подробности узнаем от Светланы Шикеры. Спальный район Харькова, улица Петра Григоренко. На этом участке, где дорога сужается и ведет на мост, Вольцваген с полицейскими номерами на скорости врезался в столб. Прибывшие на место активисты застали водителя уже в карете скорой. Здравствуйте. Лейтенант, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Иди, сейчас пробуй. Закрываем дверь, и мы уже уезжаем. Вы уезжаете? Вы уезжаете, и мы едем с вами. Да, да, да. Один сотрудник в любом случае едет. Активисты утверждают, от виновника аварии несло алкоголем. Запах, ну вот мы стоим на расстоянии с ним полуметра, и вот чётливо запах алкоголя слышно. Не, 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 какой бокал пива. Там, ну я не знаю, там бы как бы бутылкой бы не обошлось. В больнице водитель от медпомощи отказался. Не стал проходить и медицинское свидетельствование. И представился под чужой фамилией. Но водительское удостоверение виновнику аварии показать пришлось. Оказалось, это полковник Александр Ахтямов, заместитель следственного управления областного полицейского главка. Позднее полковник полиции и патрульные вернулись на место ДТП. Проходить тест на алкоголь полковник так и не стал. Вы будете проходить медицинское свидетельство? Нет. Ну а сегодня в областном главке нацполиции уверяют, их сотрудник был трезвый. В первой ночи он сдал кровь от медицинского обслуживания относительно своего состояния здоровья. Он действительно отмылся. Но тем не менее результаты медической экспертизы относительно его состояния подтверждают, что он не был в состоянии алкогольного спинения. И все-таки полковника на время служебного расследования от работы отстранили. К слову, это уже не первое ДТП Ахтямова. В декабре 2015-го в центре Харькова он разбил Таврию. И сразу же на месте аварии ее выкупил. Ахтямов ранее тоже работал в милиции. Переаттестацию не прошел, провалил экзамены. А затем восстановился на службе через суд. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Трагедия под Мелитополем унесла жизни трех человек, среди которых годовал и ребенок. На железнодорожном переезде возле села Кирпичное поезд, который следовал из Генического в Ивано-Франковск, снес легковушку. После сильнейшего удара локомотив протащил автомобиль почти километр. По словам очевидцев, водитель иномарки местный житель. Сначала он остановился перед переездом, а затем выехал на рельсы. В салоне также находилась 27-летняя женщина с дочкой. Водитель и пассажиры погибли на месте. Данный железнодорожный переезд не облаштован шлагбаумом, но там находится в рабочем состоянии и звуковая, и световая сигнализация. Останнее обслуживание этого железнодорожного переезда было в травм месяце, и комиссия, которая действовала обслуживание, порушений никаких не выявила. Мемы на Макрона, как президента Франции сажали в субмарину, и какой дресс-код теперь у госслужащих в Уганде. Об этом мы не только в нашем обзоре. В Японии эвакуируют 400 тысяч человек из-за наводнения и ливней. В префектуре Фукуока затопило целые города. В префектуре Оито свыше 20 тысяч человек уже покинули свои дома. Потоки грязи сметают все на своем пути. Вода подступила к крышам жилых домов. Эммануэль Макрон проинспектировал субмарину устрашающую военно-морских сил Франции. На борт президент спустился с вертолета. В интернет попала только одна фотография. Пресса тут же сравнила Макрона с Джеймсом Бондом. А сеть, конечно же, наводнили фото жабы. То Макрон спускается с вертолета к Белому дому, то прямо на трассу велогонки Тур-де-Франс, то перед Триумфальной аркой. Британского принца Чарльза и его жену рассмешило традиционное пение индейцев Канады. Две инуитки провели голосовую дуэль. Обычно в таких певчих состязаниях побеждает тот, у кого надольше хватит дыхания. Британских монархов выступление развеселило. Принц Чарльз улыбался и тер нос, а его жена Камила чуть не плакала от смеха. Власти Уганды ввели специальный дресс-код для чиновников. Госслужащих обязали одеваться прилично. Отказаться от декольте, накрашенных ногтей, не надевать прозрачные блузки и одежду с коротким рукавом. А еще наложили табу на нарощенные волосы и африканские косички. Мужчинам предписали носить галстуки и пиджаки. При этом запретили узкие брюки. В министерстве госслужбы объяснили, наряды чиновников возмущают жителей Уганды. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.